Друзья, всем привет! Сегодня наша тема это зеленая тарелка. Именно в таких условиях в октябре месяце я вылезла в теплицу, чтобы вам рассказать о зелени и ее пользе и преимуществах для нашего здоровья. Зелень это самый недооцененный продукт питания. Ее еще по-другому называют зеленой таблеткой. Зелень это стимуляция пищевой активности. Растительная пища, которая не была разрушена термической обработкой, насытит организм большими витаминами, макро и микроэлементами, что в свою очередь позволит нас сделать здоровее, независимо от типа нашего питания. Зелень обладает антиоксидантными свойствами. Практически все виды зелени богаты витамином С, а это в свою очередь залог нашей иммунной системы. И важно употребление зелени не только в летнее время, но и в зимнее, когда наш организм особенно нуждается в витаминах и микроэлементах. Возьи зелени очевидны, а вот вред ее может быть только при чрезмерном употреблении. Сейчас все исправим. Для здоровых людей ограничений по употреблению нет, но все же избежать фанатизма, чтобы не прибегать к непредсказуемым результатам. Норма зелени 100-150 грамм в день нерастворимой клетчатки. Вот, например, петрушка содержит более 20 полезных веществ. Среди них витамины группы В, С, фолиевая кислота. Повышает иммунитет. Сделяется профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний, органов ЖКТ, а также нервной системы. Снимает спазмы кишечника, улучшает зрение, нормализует выработку гормонов. Например, кинза в древности считалась лекарственным средством, поскольку ее добавляли во многие настойки, эликсиры, целебные. Она богата многими витаминами А, С, Е, Д, фосфор, кальций, магний, цинк. Кинза способна ускорять и запускать процессы регенерации клеток, укреплять кровеносные сосуды, улучшать обмен веществ в тканях и органах, даже нейтрализовать некоторые виды ядов за счет боготворного воздействия на печень. А вот шпинат, например, очень богат белком, который легко усвояем и очень актуален при вегетарианстве. Также богат железом, кальцием, цинком, витаминами группы В и фолиевой кислотой. Вот, например, волокна шпината являются щеткой, которая почищает наш кишечник от шлаков и токсинов, тем самым делая его чищь и здоровее. Десять причин, почему нужно кушать зелень. Первое. Рекордное количество минералов и витаминов. Второе. Укрепление защитных сил организма. Третье. Выделение и очищение организма от шлаков и токсинов. Четвертое. Улучшает секрецию внутренних органов. Пятое. Укрепляет волосы, ногти, кожу, витамин Е. Это наша красота. Шестое. Укрепляет нервную систему. Седьмое. Снижает тревожность, делает более крепкий сон. Восьмое. Снимает давление, особенно базилик, укроп и кинза. Нормализует холестерин в крови. Это девятое. Десятое. Это диетическое питание, наращивание мышечной силы. Одиннадцатое. Это афродизиак, либидо. Повышает половое влечение и сексуальную активность. Друзья, раскошельтесь на зелень. Зелень – это вяжущий материал для нашего белка. Именно тот, с помощью чего склеиваются наши кирпичики, белки. Зелень – это здоровая микробиота кишечника. Зелень – это наше будущее. Кушайте зелень, будьте здоровы и счастливыми. Много, много здоровья! Друзья, пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить ни одного важного, полезного видео именно для вас. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!